Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Наверное, это будет первое видео из цикла о множественных источниках дохода. Дело в том, что я, когда начал интересоваться всякими пассивными доходами и так далее, то я начал читать массу всякой литературы. И одна из книг, на которые я наткнулся, это была книга Роберта Аллена «Множественные источники дохода». Я ее скачал первый раз через интернет и прочитал ее именно в интернете, в электронном виде. Недавно я был на одной из встреч, где присутствовал Роберт Аллен живой, и там я приобрел книгу с живым автографом Роберта Аллена. Вот здесь есть на одной из страниц вот такая неказистая совершенно иллюстрация, которая мне оказалась близка чем-то. Что это такое? Он говорит, что представьте себе горное озеро. Красивое горное озеро. Я люблю путешествовать, я был в горах, я обалдеваю от красоты горных озер. Так вот, горное озеро. И это наши деньги с вами. И эти деньги, ну как бы в озеро втекают какие-то источники, которые пополняют это озеро. И, естественно, из каждого озера вытекают какие-то ручейки или реки, которые как раз его опустошают. Вот. И он говорит, что вот эта ассоциация очень много, ну как бы позволяет себе образно представить у меня образное такое мышление. Вот. И он говорит, что, ну, наша цель сделать так, чтобы в озере всегда была вода, чтобы оно всегда было полноводным и красивым. И, значит, мы должны расчищать и расширять те источники, которые втекают в это озеро, для того, чтобы то, что вытекает из этого озера, тоже всегда было полноводным. И не пересыхали ручейки, которые вытекают из этого озера. Вот. Вот. Как бы такая ассоциация красивая. И, ну, она позволяет себе представить очень-очень многое. Если говорить о деньгах, то в большинство озер втекает только один источник, одна река. Вот прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько источников дохода у вас втекает в ваше озеро. Ну, и я вам докажу, что это не совсем так, что у вас, конечно же, есть резервы, которые вы просто либо не замечаете, либо, значит, вы на них не обращаете внимания, затоптали эти источники. А они есть. И мы с вами будем расширять эти источники, чтобы этих источников было много. На самом деле, давайте посмотрим немножечко на то, что вытекает. Потому что, ну, кому-то надо много, чтобы вытекало из озера, а кому-то достаточно немного. Совершенно не обязательно, что к нам должны деньги литься рекой. Что же мы хотим на самом деле? Многие скажут, да, чем больше денег, тем лучше. Это не так. Далеко не так. И многих людей устраивают очень даже небольшие ручейки, которые вытекают. Вот. Очень многие. Я убедился в этом просто вот на практике. Для меня это был шок просто, когда я говорю людям, вот, слушайте, я хочу вам дать деньги, больше денег, но для этого надо сделать вот это, это и это. Они говорят, нет, то, что мы получаем, нам достаточно вполне, и мы не собираемся поднимать жопу для того, чтобы хоть что-то сделать, вот палец о палец ударить, наклониться и взять деньги. Мы не собираемся. Ну, это было на работе у меня, то есть я просил людей выйти на сверхурочную работу. Я обещал, так сказать, заплатить в полтора раза больше, они сказали, нет, нас это не интересует. Ну, соответственно, я от таких людей избавлялся, потому что, потому что, ну, это было взаимовыгодное предложение, и люди лишали меня денег. Вот, соответственно, есть люди, которых устраивают очень маленькие источники, очень маленькие потоки денег, а есть люди, которым хочется побольше, а есть люди, которым хочется очень много. Так вот, давайте сначала определимся, сколько же денег вы хотите. На самом деле, это вопрос не праздный. Итак, давайте посмотрим, что же вытекает из нашего озера, какие источники. Из нашего озера, оказывается, вытекает не один поток, а несколько потоков. Давайте мы их распределим. Что это за потоки, которые вытекают из нашего озера? Ну, во-первых, мы тратим деньги ежедневно, то есть мы каждый день ходим в магазин, мы каждый день пользуемся транспортом. Это, так сказать, как бы разные потоки. Продукты, транспорт, лекарства. Ну, пока все вроде бы, я не знаю, что вы тратите ежедневно. Ну, там, дать в школу детям, если они еще учатся и так далее. Ежедневно. То есть именно речь идет о том, что ежедневно. То есть есть поток, из которого идут наши ежедневные расходы. Есть поток, еще один, который не так часто вытекает. Он вытекает из озера раз в месяц. То есть свалился какой-то поток и снова, значит, он закрылся. Что такое раз в месяц? Это квартплата, это, как правило, плата за связь. Это ежемесячные платежи. То есть то, что мы платим ежемесячно. Вот такие платежи. И есть еще один, значит, как бы поток, который еще реже бывает. Раз в полгода, скажем. Или раз в год. Вот. Что это за потоки? Это потоки, которые сезонные. То есть мы покупаем одежду, обувь два раза в год где-то. По сезону, как правило. И мы покупаем ее не только для себя, для детей и так далее, если считать семейный бюджет. То есть это еще один поток. То есть он сезонный, как бы. У него длительность, то есть он вытекает оттуда в течение трех месяцев. И если еще, вот сказать, дальше, если мы посмотрим чуть дальше, мы расширим немножечко горизонты, то, скажем, раз в пять лет мы делаем какие-то большие покупки. Это, скажем, ну, ремонт, это машину, так сказать, обновляем, что-то еще. Вот. Это такие большие, как бы, накопления. И если мы еще дальше посмотрим, то, ну, как бы еще больше будет поток. Но об этом чуть позже. Вот. Так вот, смотрите. Видите, да? Да, то есть у нас вытекают несколько потоков ежедневные, ежемесячные, сезонные и которые, значит, раз в пять лет. Это разные потоки немножечко. Откуда они вытекают? Давайте присмотримся к нашему озеру. Так вот, озеро, оказывается, оно не просто озеро, а оно уже состоит из целого, посмотрите сюда, из целого каскада озер. Каскад озер, понимаете? Вот. И из одного озерца, которого, так сказать, как бы вытекает, такой постоянный ручеек, он журчит, да? А в другом накапливается, накапливается и вытекает оттуда раз в месяц, оно, так сказать, такое. Ну, побольше, чем первый ручеек, значит, там, то есть, как бы, такая вот лужица, да? И, значит, из первого опроса течет постоянно, значит, а из второго там накапливается чуть-чуть и вытекает, а из третьего накапливается полгода и вытекает. Вот. И здесь, ну, когда мне копали скважину вот на участке, там есть дебет скважины, так называемый, то есть, тот поток, который может обеспечить скважина. Вот. И мы должны определить те потоки, которые обеспечат нам наполнение вот этих озер. И, ну, все финансовые, вот, как бы, консультанты, Бода Шефер, в частности, он говорит, что, друзья, когда вы планируете свой семейный бюджет, вот это вот наполнение вашего озера, пожалуйста, вы помните о том, что озеро-то не одно, и вот этот вот источник, который вытекает из озера, он не один, не ежедневный. Не то, что у вас есть в кошельке, вы можете и стратить, а думайте о том, что будет, о будущем, то есть, надо думать о том, что будет. И вы должны, значит, думать о том, что вы должны через месяц какую-то сумму заплатить, вы должны думать о том, что вы в конце сезона должны что-то заплатить. Раз в год мы ездим в отпуск, мы должны наполнить то озеро, из которого будет вытекать наш отпуск, наши расходы на отпуск. И если мы подумаем об этом заранее, то мы сразу вот те потоки, которые к нам поступают, мы будем распределять равномерно. То есть, мы не будем тратить вот сразу все, то есть, как бы, ну, если у вас только один поток, это ежемесячное поступление зарплаты, то, значит, люди как делают? Смотрите, что делают люди обычно. Пришли деньги, они бегом, значит, платят за квартиру, особенно пенсионеры, значит, в первую очередь платят за квартиру, за которую можно заплатить через месяц. Вот, в первую очередь платят еще за что-нибудь, потом, значит, начинают, все остальное можно истратить без конца, правильно? Вот, ну, а потом выясняется, что нужно покупать обувь, нужно покупать одежду, а откуда они возьмутся? Потому что люди не заботятся, не думают, то есть, они думают пределами одного месяца. А если мы подумаем немножечко больше, то мы берем, значит, мы рассчитываем, что раз в полгода мы тратим на одежду, вот каждый из вас, посчитайте, пожалуйста, сколько вы тратите на одежду в год или в полгода, например, да, к сезону, сколько вам нужно. И разделите, если вы покупаете, скажем, к сезону, вот прямо сейчас весна, то определите осенью, сколько одежды вы должны будете купить осенью к следующему сезону. Теперь, смотрите, вы покупаете вот эту одежду, скажем, когда осень наступает, в октябре, да? Ну и смотрите, сейчас март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, шесть месяцев. Вот ту сумму, которую мы планируем затратить осенью на одежду, делим на шесть. И каждый месяц нам поступают денежки, мы в то озеро, из которого мы будем черпать деньги в октябре на одежду, мы туда делаем отчисления. Это отдельно должно лежать, отдельный конвертик, отдельный горшочек, отдельное озеро, туда складываем отдельный счет в банке, и пусть он там лежит. И пусть на отдельном счете лежат деньги на отпуск. Вот смотрите, на отдельном счете деньги на одежду, на отдельном счете деньги на отпуск, и на отдельном счете деньги на квартплату, на ежемесячные платежи, которые не надо тратить сразу, пусть они лежат там. И многие говорят, ну как, это же деньги руки жгут, от них надо бегом-бегом избавиться в первую очередь. Так вот, это самое вредное убеждение, что от денег надо избавляться в первую очередь. Деньги надо прижимать и деньги надо держать, потому что иногда возникает возможность вложить эти деньги очень выгодно, например, в течение дня, а у вас их нет. Так вот, я предлагаю вот эти вот озерца организовывать именно на брокерских счетах, потому что там они далеко лежат, и у вас просто руки не чешутся, дотянуться до них. Ну, например, да, то есть у вас есть там, скажем, две банковские карточки, на одной, значит, вы тратите ежедневные расходы, у меня это Тинькофф, он дает большой кэшбэк, скажем так, и проценты он дает на остаток по счету, но ежемесячные, вот ежедневные платежи я веду все исключительно с Тинькоффа. А то, что надо откладывать уже на одежду, на обувь, на отпуск, на машину, я моментально перевожу на брокерский счет и вкладываю их в различные инструменты, и там они приносят деньги. Ну, у меня нет ежемесячных платежей, потому что я не живу в квартире, я ежемесячно не плачу за электричество, ежемесячно я только плачу за газ. Ну, немало на самом деле, вот, но просто посмотрите свою ситуацию и сколько денег вам надо, опять же, да, вот, многих людей устраивает, скажем, ну, 30-40 тысяч в месяц, например, да, ну, значит, 30-40 тысяч в месяц, и рассчитывайте, что вы должны получать, вы должны обеспечить себе такую систему вот этих озер, которые будут давать 30-40 тысяч рублей в месяц. Если вам хочется 100 тысяч рублей в месяц, пожалуйста, вы должны поставить целью организовать систему озер, которая не будет никогда пересыхать. Не важно, работаете вы или нет в течение всего срока, то есть никогда не будет пересыхать, потому что работаем мы или нет, мы должны получать деньги всегда. Вот, и как построить такие, такую систему, которая будет приносить деньги всегда, которая будет приносить деньги всегда, об этом я буду рассказывать вот как раз в следующих видео. То есть мы пока коснулись только тех источников, которые вытекают у нас, и просто мы попытались, я вот немножечко рассказал о том, на что мы будем тратить деньги, и мы ставим цель, какой поток мы хотим получить ежемесячно, чтобы он постоянно тек, и все, значит, вот мы не заботимся ни о чем. То есть, и для этого не надо нам пахать целыми днями на работе. Вот, поэтому сейчас напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, поставьте, пожалуйста, лайк, и подпишитесь на мой канал, поставьте там значок колокольчик есть, для того, чтобы не пропустить следующие видео, потому что они будут. На сегодня все, с вами был Демитков Юрий, до встречи.